Доброго времени суток, товарищи рыболовы! И сегодня мы с вами приехали на очередную супер увлекательную рыбалку. Да, в гости ко мне приехали два женька Стамбова. Они сейчас там собирают вещи. И мы будем выдвигаться на лед, искать новые места заветные, где клюет здоровый крупный лещ и судак. Да, сегодня я решил сделать ставку еще на судака. Буду пробовать его поймать на жерлице. Взял кучу разного живца, карасика, платвичку, малька с палец, сделал жерлице с одинарным крючком. Ну, собственно говоря, по ходу пьесы вам все покажу да расскажу. Погодку сегодня выбрали, конечно, мы летную, точнее не летную. Ветрище, порывы до 17 метров в секунду. Наступила прям зима, такая конкретная зима. Буквально пару дней назад лил дождь и было плюс. Сейчас, в принципе, тоже около нуля температура, но при этом выпал снег и в юго, настоящего юга. Но ничего страшного, где наш не пропадал. Сейчас будем колесить по льду. Я думаю, километров 20-30 намотаем для того, чтобы найти интересные места. И будем рыбачить. Так что усаживайтесь поудобнее. Погнали! Ну все, ребят, загрузили мы мотособаку. Сюда наложили вещей. Здесь такая гора получилась. Здесь гора. Плюс еще сейчас вот сюда вот сядем с Женьком вдвоем. Я его отвезу, оставлю там, а потом вернусь еще за вторым Женьком. Да, у нас сегодня прям какой-то тест-драйв для нашей мотособаки. Еще так сильно она не попадала. Такие расстояния ездить и с такой ношей. Потому что вот здесь не только мои вещи, уже и пацаны сюда наложили своих шмурдяков. Санки просто неподъемные. Ну посмотрим, посмотрим, как она себя поведет. У нас мотособака Шармакс Эндуро 500. Продолжение следует... Все, ребят, добрались до места и первый у нас плотерик. Посмотрите, что приношло. Все. Хорошо леска целая у удочки. Но у меня и запасная есть. Да, беда, беда. Поплотная труба здесь идет, и я вот так прижал в сумку. Нагорела. Первую партию вещей разгрузили. Так, чуть-чуть. Поехал за второй. Поехал за второй. Поехал за второй. Что, погнали? Погнали. Так получше, да? Нормально, все? Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, друзья, вторая ходка завершена 30 километров по льду намотали С полной загрузкой, классно, конечно, техника Пешком бы мы столько просто физически не дотащили бы Сейчас будем расставлять палатку И я пойду быстренько расставлю жерлицы Все, подробно вам расскажу да покажу Ну, погнали рыбачить Ух, ну и ветруган на улице Так, поставили палатки, я уже свет включил Вот так вот у меня тут лампочки сверху светят Значит, в палатке собрал я пяток жерлиц Осносил их следующим образом Тройничок и длинный поводочек Сейчас покажу где-то А, вот здесь вот Вот длинный поводок Такой вот, сантиметров 50 А на некоторых жерлицах стоит одинарник Это под малька А тройничок под платву Здесь в кане у нас все это дело плавает Там даже карасики есть, но не знаю До карасиков дойдет ли дело Сейчас начнем с платвы и с малька Ну, любит, любит судак Малька, я знаю Вообще, где лещ, там и судак Поэтому есть высокая вероятность Что что-нибудь поймаем На улице уже темнеет Сейчас по-быстренькому расставимся И уже начнем заниматься бытом Я даже еще печку не собрал Главное, лунки есть В них и будем ловить Вокруг палатки прям расставлю жерлицы Чтобы далеко не ходить По две штучки буду брать А то их там ветром унесет, я чувствую Вот такой вот маленький малечек Берем Вот такой вот маленький крючочек И под спинку его Хлоп Да, хорошая глубина Так, и пять оборотов Раз, два, три, четыре, пять Ой Нормально Уже сработал, е-мое Все Лунки вряд ли промерзнут Но вот с таким ветром Я боюсь, что просто унесет жерлицу Поэтому я ее вот так вот присыплю И все Теперь она никуда не верится Пойдемте поставим плотву Ну, с плотвой, наверное, будет попроще Эх А карася Может карася поставить? Нет На карася я судака не ловил А вот на плотву неоднократно Хорошая была Вот такой Аквариумный сачок сюда Так Такие вот небольшие тронички поставил Ну, эксперимент Эксперимент, друзья мои Ну, давай уходи Так Так. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Платву повыше поднимем, потому что она более крупная, ее хорошо видно будет снизу сюда. И больше шансов, что она дольше будет жить, потому что все-таки на глубине платва не так хорошо будет жить, как малек. Ну, посмотрим, кстати, утром протянет ли платва на такой глубине. Решил, ребят. Первым делом закормить лунки. Даже не буду печку разжигать. Хотя, прежде чем ее разжигать, еще ее поставить надо. Ну, так вот, пока я этим всем буду заниматься, разжигать, ставить, я закормлю лунки, и в это время как раз рыба подойдет. Мы будем надеяться на это. Вот такая вот красота. Так, все, катушка готова. Так, решил я в этот раз сразу закормить миксом, то есть, часть мотыля, а часть вот такой вот рассыпчатой прикормки. Самодельный. О, вот это запах, а! Сам бы клюнул. О, вот это запах, а, вот это запах, а, вот это запах. О, вот это доп Dad. А... О, вот это запах, а, вот это запах. О, вот это запах, а я в самом деле запах. Поэтому, вот это запах, а, вот это запах, по, поstill сезон. так по наживке у нас будет мотылик сегодня он живой вот такой вот прошлый раз у меня прям такой полудохлый был ну и червяк и вот такой вот красненький червачок но пока что все это дело оставляем в сторону и начнем заниматься печкой да обычно я печку в первую очередь ставил но потому что ездил с собакой сегодня дызюха приболела поэтому я один и печку ставлю в самую последнюю очередь печку поставил специально вот так вот к себе поближе здесь буду ловить и здесь рядышком печка связано это с тем что нужно ее постоянно контролировать подсыпать пеллеты разжигать заново вот поэтому чтобы не бегать к ней тут рядышком она будет стоять вот так вот будем рыбачить я думаю нормально сейчас растопим и закидываем удочки а то что-то уже свежо как становится есть 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 со мной Да тухни ты, блин Отчуметь Отчуметь Я чуть ли не сгорел Вот это да Вот это пожар Офигеть Блин Как у меня ничего не загорелось Так значит Друзья мои в чем суть Рассказываю Вот эта вот штука Которая прикрепляется вот к этому баллону Вот здесь он пропускает Ну и как бы Не первую рыбалку это происходит Вроде не критично я думал Но сейчас произошло то, что произошло Произошло возгорание именно вот Газа, который выходит через вот эту вот Щель, которая здесь образуется То есть вот его я А, все что-то хана Она вручелкает Вот я Блин О Слышите? Очуметь Да А печку мне нужно постоянно разжигать Я не знаю Что теперь делать Главное я сперва в лунку закинул Ну думаю Вода погасит А газ-то выходит наверх через воду И естественно продолжает гореть Просто баллон полностью под водой А сверху все равно огонь Да Физик, е-мое Ну как тебе Ладно Сейчас на свой страх и риск попробуем разжечь Блин Вот почему он выходит отсюда газ, а? Все На следующую рыбалку точно новую куплю Блин, все равно шипит Убийца А 5 Я Что Что В В В В С Мы В В так 1 улочку у нас целая и удочку и сумку жалко хорошая такая сумка была ну ладно культула сюда сделать да хотя хотя катушка единственно не крутится а так в принципе если леска уцелела то и ловить можно вот все произошло да что-то у нас сегодня одни приключения ну собственно говоря как и всегда да не это фигня какая-то у меня есть запасная улочка сейчас ее поставлю но это несерьезно так сегодня решил поэкспериментировать опять на одну удочку ставлю червя на другую мотыля я и и и и и и и и и у какая жара похоже прогорели пеллеты сейчас буду переставлять печку это невозможно и Да, как всегда, проблемы, раскочегарил сильно. Открыло окно, в которое дует ветер, прям оттуда ветер напрямую. И при этом у нас в палатке, внимание, 31,9, на улице минус 0,6. 32 градуса в палатке с открытым окном, в которое просто дует напрямую холодный ветер. Сейчас будем ее переставлять на другую сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Печку растопил, температура в палатке 25 градусов, хорошо, тепло, снял комбинзон соответственно и ждем поклевку. Будем надеяться, рыба скоро выйдет на наш закорм. Печку растопил. Есть. Угу. Чуть-чуть. 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 Ой-ой-ой. Отлично. Отлично. Ну что, друзья мои, первый сопливый готов. Вот такой вот лещик-подлещик. Ну да, наверное, келошки в нем нету, но тем не менее, соблазнился на мотылька. Вот эти вот точки, о которых я говорил в прошлом видео, вот видите, какая-то даже... Ой, тихо, чуть ли не выскочил. О, какая-то даже там слизь есть. Это сказали подкожный клещ. Ничего страшного, после термообработки можно употреблять в пищу. Отправляем его за борт. Да, сегодня прям ранняя поклевка. Еще восьми часов вечера нету. А уже клюнул. Ну это же прекрасно. Вот так, е-е-есть. А чуметь. Хороший? Да ничего так. а тут собрал тут дергается пока что еще не трофеи но начало положено первого поймал на мотылька 2 на червячка и все мне тут запутал негодяй ну да ладно распутай почему потому что пришел пришел на эту джеки в гости сидим болтаем и вот поклевочка значит произошла кстати он увидел я бы про хлопал ушами вообще ребят есть у меня идея сейчас сидел решил провести эксперимент попробовать сделать хитрое коромысло сейчас вам покажу что задумал хитрюга на что я обратил внимание на прошлой рыбалке то что когда легенькая коромысло поклевок становится больше и собственно говоря из этого исходя я решил сделать сегодня следующее коромысло догрузить скользящим грузиком на леску папа лупа то есть что получается когда рыба будет поднимать это коромысло у него практически не будет никакого сопротивления а грузик поможет нам держать его на дне возможно даже придется и повесить но сейчас посмотрим да друзья признаюсь честно до этого у меня была одна пролетная ночь плещу поэтому чтобы сегодня наверняка поймать будем экспериментировать как-то как будто бы не хватает мощности ему веса утащить наш плавок ну ладно сейчас посмотрим если что потом еще одну добавим я не знаю даже сколько она весит это доробинка 4 4 4 4 грамма что ли не знаю ладно наблюдаем за ситуацией да чё-то как-то не работает мой фокус ладно сейчас посмотрим что там на дне если вообще рыба непонятно что-то как-то слабенький клев пока что кука время время уже 10 часов вечера одна поклёвка 8 другая в 9 все тишина что-то не ладно но Свет включить Забыл, ё-моё Так О, у парней пищит А у нас Мотыль лежит Да Мотыль лежит, а леща нету Непонятно О, вот наше кромысло, кстати Это что, с мотыликом Ну, прекрасно, среди мотыля лежит наше кромысло с мотыликом Осталось только дождаться, чтобы кто-то пришёл И кашка здесь лежит Какой стол накрыт, а? Ну да Никого Ладно Сейчас, знаете, что сделаем? Убавим свет Ну, вдруг всё-таки Яркий свет Достает до дна И шугает тем самым рыбу Здесь у нас горит вот так вот Три лампочки Сейчас одну оставим А эти выкрутим Потусклее, конечно, стало Но, может быть, как-то повлияет это на клёв сегодняшний Ох Очень не хотелось бы вторую ночь пролетать Мы, конечно, уже нашли оправдание Погода меняется и так далее Но, реально, сейчас Сколько уже? Плюс три за бортом Тепло Тепло Дождь срывался Дождь срывался Блин, на удочку кидаю Сработала Сработала моя схема Не успел я заварить Ой, какой маленький Мой удаленький, блин Всего меня отдал, а? Негодяй Так Опускаем этого братца Акробатца Не успел я кофе заварить Произошла поклёвочка Так Наш скользящий грузик Что-то запутался Что-то у нас вообще с жерлицами Надо сходить посмотреть жерлицы Может там что-то уже клюнуло Около ловко Я не успел ярую Использовать Использовать Настя Настя Ну а Они стоят. С какой стороны заходить? Принес нам тушенки. Проходи, разувайся, чувствуй себя как дома. У парней удочки оснащены электронными кивками. Вот так вот они выглядят. При поклёвке либо вверх, либо вниз поднимается. А можно включить кнопочку и ещё будет издавать звук. Вот до чего техника дошла. Жека здесь уже подготавливает водичку для макарон. Тушенку поставили на печку разогреваться. Короче, сейчас забахаем макароны по-флотски. Да, Жек? Да, наши любимые макароны с тушенкой. Всё правильно. Вот такая вот в итоге вкуснота получилась, ребят. Не перестаю я удивляться вкусу домашней тушенки. Просто класс. Уже пробу сняли, все заценили. Жека уже тут вообще в полную меру снял пробу, да? Ну, обалденно, да. Ты потом попробуй домашнее сало. Ага. Что, сам делал? А сейчас. Да? Серьёзно? Обязательно попробую. Ну, всё, ребят, сейчас мы перекусываем и побегу я к себе в палатку ловить рыбу. Пока готовили еду, у Женьков тут прям выход какой-то начался. Поклёвка одна за одной. Поймали хорошего на полторашечку. Ну, будем надеяться и у нас там то же самое сейчас происходит. Вообще, обычно в утренние часы здесь хороший клёв. Так что будем сидеть до утра и наверняка хорошо отловимся. Так что продолжаем рыбачить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры делал DimaTorzok 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 Удачи вам! Тоже. чтобы у нас свет в палатке потух до тает все на глазах просто ухты поплавков нету ни одного поплавка нету и света нету ништяк так ладно света похоже у нас не будет есть этом одна лампочка так тут пусто и тут пусто а или нет футов эти таски да не просто утянула видать туда коромысла рыба и там сорвалась счету нас с аккумулятором вышел из строя разрядился что ну все ребят вроде разобрался со светом здесь один фонарик здесь другой и чурку раскачек горил а на улице просто вы слышите что творится незавидно нет ну короче там дождь со снегом температура плюс 3 и 3 а в палатке 34 нормально да да друзья мои находиться в палатке в такую погоду она вдвойне приятнее там ветер дождь снег на льду вода а у нас здесь тепло хорошо сухо классно вообще классно еще клёв бы был получше но ничего ничего я думаю к утру утру все исправится обязательно дождемся мы своего звездного часа да уже под нами можно сказать вода но благодаря гидродну и вот этим вот фланцем вода не поступает внутрь палатку о слышите как дождь шарашит я купил дождь italian л Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, эксперимент с жерлицами провалился Все их сдуло Ну, собственно говоря, вы, наверное, сами все прекрасно видели С лещом тоже рыбалка такая себе была Сначала клевал плохо, а потом стал клевать еще хуже Ну ничего, свое поймали К парням сейчас заходил, говорят, довольны рыбалкой Они поймали чуть даже получше, чем я Так что все у нас, в принципе, получилось Сейчас нам предстоит не один десяток километров по льду На льду вода Ну, я думаю, вот собака с этим справится Вообще, конечно, да, у нас конкретный ее тест-драйв Туда-сюда, я не знаю, мы намотали, наверное, уже километров 40 точно И сейчас нам предстоит опять километров 30-40 по льду с водой Ну ничего, справимся, справимся На этом будем завершать наши рыболовные приключения Всем, ребят, спасибо за просмотр Всем добра Пока-пока До новых встреч